Приветствую всех! На моем канале вы сможете посмотреть не только видео про ремонт и обслуживание автомобилей, а также обзоры бытовой техники, интересных товаров с Алиэкспресс, ремонт в доме, рыбалка, прямые эфиры и прочие-прочие интересности. Ставьте лайки, как говорится, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А сегодняшнее же видео будет посвящено ответу на вопрос, можно ли заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобилем. И мой ответ на этот вопрос такой, для того, чтобы зарядить аккумулятор, вовсе не обязательно снимать клеммы, снимать его с автомобиля и нести в помещение. Его можно зарядить прямо на автомобиле. И о том, как сделать это правильно и безопасно, мы сегодня и поговорим. Существуют два типа аккумуляторов, обслуживаемые и необслуживаемые. Если у вас есть вот такие вот пробки, то это обслуживаемые аккумуляторы. В них можно долить кислоту в случае необходимости. Но это не тема сегодняшнего нашего разговора. Иногда вот эти вот крышечки могут быть скрыты еще тут панелью такой пластиковой и наклейкой. Тогда предварительно снимается еще вот эта пластиковая панель. Значит, перед зарядкой в обслуживаемом аккумуляторе немножко ослабьте, вот открутите вот эти пробки все, для того, чтобы газ, который выделяется во время зарядки, мог свободно выходить. Да, в аккумуляторе предусмотрено сбоку вот тут отверстие такое, вот, для выхода газа. Но, тем не менее, лучше пробки открыть. В необслуживаемом аккумуляторе просто проверьте, чтобы вот это отверстие для выхода газа не было забито. Значит, пробки чуть-чуть открутили и далее подключаем наше зарядное устройство. Вначале подключается зарядное устройство к аккумулятору и только затем зарядное устройство подключаете в розетку. Черная крема идет на минус масса. Надо найти хороший контакт обязательно, чтобы был вот так вот и дело, плотно, чтобы прилегало. Красный провод на плюс. Так, нет, под судакими. Вот загорелась сразу, лампочки загорелись на зарядном. Видите, показывает 12, как бы разряжен аккумулятор. Перед тем, как заряжать аккумулятор на машине, заберите ключ из салона. Значит, аккумулятор, клеммы наши подключены, теперь подключаем зарядное в розетку. Предварительно надо установить на зарядном ток, равный 1,1 от емкости аккумулятора. То есть, если у вас, например, аккумулятор 100 А, то он должен заряжаться током, равным 1 А. Что касается времени зарядки. Время зарядки аккумулятора зависит тоже от тока, который вы подаете, и от степени его разряженности. В идеале, чем меньше ток, тем меньше вреда наносится аккумулятору. То есть, когда вы заряжаете аккумулятор меньшим током, он вам дольше прослужит. Но стандартное время зарядки считается, и ток 1,1, значит, ток от емкости аккумулятора. Ну, если он был полностью у вас заряжен, то аккумулятор может заряжаться и целые сутки. Ну, у меня обычно часов 8, в принципе, достаточно, так как я подзаряжаю перед зимой, перед морозом стандартным током 1,1 от емкости. Итак, ключ из салона вы забрали. Проверили правильность подключения. Плюс к плюсу, минус к минусу. Установили ток на зарядном. Я ставлю самый минимальный, вот для аккумуляторов емкостью 50 А. Хотя у меня 65-ка стоит. Подключаем зарядное в розетку. Ну вот, вначале будет ток заряда большой, брать он аккумулятор. Но по мере поступления электричества, по мере накопления его в аккумуляторе, ток будет постепенно уменьшаться. Вот видите, сейчас пока что большой ток идет. Ну все, теперь я подзаряжу аккумулятор несколько часов и выключу его. Не забудьте закрутить пробки. Пробки только сразу не закручивайте на аккумуляторе, а подождите минут 10-15, потому что газ продолжает выделяться и после того, как вы отключите зарядное. Но отключать зарядное теперь надо будет в обратной последовательности. Вначале из розетки, а затем скинуть клеммы зарядного с аккумулятора. Техника безопасности. Не пытайтесь подсветить открытым огнем, там, спичками, зажигалками возле аккумулятора в банке, там. Не курите во время зарядки. Потому что газ, выделяемый при зарядке аккумулятора, взрывоопасен. Благодарю за просмотр этого видео. Надеюсь, перед зимой оно будет вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ездите со мной на рыбалку во время прямых эфиров. Ну и смотрите прочие интересные сюжеты. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!